вот это и это мне виде подарков смотрите выращенные абрикосы из вашей косы которая заказывал в этом году я друзья специально выделил это этом году на данный момент а это было еще раньше внимание трам-дарам да там вот она два метра посмотрите что интересно я всегда обращаю внимание на детали начали погоржусь с косточки мощный саженец дураков нет отрезать ветки вы представляете если бы он сейчас до полуметра многие советуют до 90 сантиметров вы знаете то есть если здесь 2 метра кстати отсюда бы все уничтожено было у нас же дураков но они-то не дураки они расчетно дураков в их сайте не напишет вот этот прием и писать не о чем нет обрезки и писать не о чем и не заработает ни шиша а когда она пишет что надо отрезать вот вспоминайте ольга исакова все еще не не отказались от этой мысли когда он такой фотографии пришлют вы так и напишите отрезать чертовой мать и вы еще молодец вы до 50 сантиметров учите вот нормальный саженец но я обращаю внимание на детали первая деталь все таки человек его сделал так чтобы он был пропорциональный да я надеюсь он нигде не гнул ветки я против гнуть я витка него за куда по ней не росли здесь пропорционально более-менее 10 как бы лишние ветки а ольга исакова ой сколько тут лишних а дальше еще больше быть ну и второе незамечание нет вот я бы восхищаюсь вами вашей смелостью вот чтобы вырастили такой прекрасный сад изобрекосов но заращивать и я бы стал раньше сразу здесь наверное вы писали что-то помню про бугры то есть бугор есть может он не отчетливо виден он есть так но уже дело к осени впереди зима а травы как не было так и нет то есть вы умудрились полностью черный пар вы пообещали зарастить но когда позже а я бы советую всем на этом этапе бы ждать не стал я бы уже вот с этой весны выращивал вот ведь это трава пусть мало все затянуло 2 снимок вот он еще больше спасаете какие пусть вон абрикосы туда туда пошли вот и я вижу как наверное вы приготовили под абрикосы участок вот рядом помидоры большой большой участок вы его перекопали явно вы его вычистили вы все корни выбрали потому что вы его еще надо дополнительно тяпали ведь трава лезет всю эту я вам сейчас буду косить третий раз а еще надо быть четвертый лезет и все но косить самая легкая вот здесь тяжелый труд надо было это делать я не знаю я надеюсь вас не обиделись от того замечания я бы раньше бы начал еще один и что здесь просто больше от глаза вот у вас дорожки да а вы подняли может быть вы завезли хорошую землю и много хорошей земли я вижу что вы подняли землю подняли минимум на полметра наверное это было вынуждено и наверно это было нужно вот еще один вот это вот у меня прямо глаза отдыхают ну какой вы молодец ну вот же саженец да вот он полез самого низу еще про это будем говорить отдельно почему я все-таки стою на том но не нужен штаб опасен вреден смертелен штамм да еще на севере переселиваю технологию но смотрим дальше вот это чтобы свои слова подтвердить я нашел а вот мы заканчивайте тему в этом году сделки искусственные холмы на будущий год буду заращивать но я остаюсь прям своим мнением можно было уже зарастить холмы сделать весны вот но маленькое одно замечание но все равно душа отдыхает спасибо вам за эти снимки а вот это уже не ваш фотографии когда-то давным-давно мне прислали и и я у меня есть специально подборка фотографий для будущих книг они как бы ключевые они особенно вот и каждая имеет свое название знать как это называется это называется война нового со старым вот вот они дебильные круги вот вот они галыши и ведь не лень было никогда не обращать внимание что когда кто-то учит те же галыши учат помните в эти самые в резиновые эти самые камеры и уже не камеры покрышки за растить гнать гнать вот посмотрите сколько здесь камней ведь кто-то а ведь это не знаю кто пришел но ям подмосковье огромный массив огромнейший дача массив дома добротные и сады и правда все искалечено и вот эти все сплошь такое впечатление что они белые а там были еще белее еще ярче и вроде бы не покрашены и получается подъезжает автомобиль и хозяева сколько вам этих самых сгрузить посмотрите как будет у вас красиво или где-то посмотрели фотографии в журналах и пошло-поехало это же целый грузовик сколько на добрый тонну надо было завести что вот эту дурную глупую работы за которым быстрее гниют деревья а вот человек который уже меня вначале выросил сад сад у него не рос давай сами посмотрите внимательно высад видите нет смотрите видите сад я не вижу и тут он считает железо завозит хорошую землю и садит вот это назвал борьба нового со старым просто вы когда вот это делали холмы за холмы спасибо за черный пар мне спасибо вот я просто навеял я про полез в архив и нашел эту фотографию ценнейшую параграфию борьба нового со старым вот это столик против плотника и вот я вернулся 2015 год в этот год я купил вот этот участок вот мы сергеем начали отказались его видите как тут тоже вроде бы черный парк но мы отказались его перекатывать так мы просто скосили траву и вон в углу огромный старок получился и граблями и гребли все вот а дальше мы тяпками где больше картофельное поле и все равно она была испорчена картофельное поле поэтому мы просто тяпкой нагревали фотографии видели они будут все показывают а то опять 145 вебинаров повторю вот так получилось и я еще раз подчеркиваю вот я специальность вчера поза все радио фотографии друзья мои вот к этому моменту пятнадцатому году я уже 20 лет 15 лет я уже впечатался пиа железо вот печатался и учил новому садоводству меня потом отказывались помните вас ненавидит это главный редактор крупнейшие газеты помните там каталога беларуси вас ненавидит этот испугался печатать тот вот закрыл этот самый скандал с этим в общем все было спасибо салю сеть вы не испугались именно когда наступил бойкот и на тогда вы начали печатать вот так ну ладно итак пятнадцатом году был заложен сад я объявил все эти шесть лет мы с вами находились саду вспоминайте особенно последние четыре года пока когда появился вебинар сотня фотографии а или две почему я сразу сказал громогласно я железо сдаю экзамен по новой так как мой возраст экзамен уже не принимает это называется как это называется переаттестация я сам добровольно пошел на переаттестация или я выращу сад или все что я говорил топ-та и надо обязательно перекопать почву вот ведь сад каждый год перекапывать тяпать перед представляете вот это каждый год ведь мне страшно стало за людей потому что те кто учил перекопайте а потом все лето рыхлите ну то чтобы трава не появлялась вот а потом следующий год перекопать не стало жутко ведь часть дасиков ветеранов стариков потеряли здоровье ведь их использовали вспоминайте рекламу а вот бедный стоит с лопатой листяпкой вот так согнулся ему кто-то подходит и начинать втирать его в спину а нахрена он согнулся нахрена он это искалечил себе спину а другая часть раз попробовал и зная что если он не будет вот так вот перекапывать вот так и так потому что это только первый год так было давно все заросло весь он не будет вот так вот так вот так вот так все каждый год до травинки то у него не будет урожая и тогда он говорит все вы знаете сколько саиногорцев бросила участки а там всего-то надо современной мотокосой мотокоса косить и ничего не делать а бросили потому что они не могут больше копать а в битом в голову миллионов людей в битом голову не будешь горбатиться не будешь гробить себя спину становиться инвалидом у тебя не будет урожая и вот валерий кассин железу а через год-два подключил сирен Александр Савельевич вот мы тут вместе плевали сергей умудрился тут еще свои сотни вырастить такая сотня 35 сотен вырастить еще саженцев между рядях тоже плохо когда калечишь покров но это было вынуждено мера землю нам никто не дает вот нам никто не дает мы никто и вот получилось 15 год понимаете иногда сам не верю сам не верю а у меня есть тимошка в этом месте фотографирован прошлом году представляли а тимошка фотографирован позапрошлом году и уже три года назад он был почти так с виду такой уже 3 тимошки было очень сдержан рост около видных ябл это естественно они на корневых отводках а корневые отводки это полукарлик вот ну ладно 6 лет неплохо я не горжусь этим я не сторонник колонавиток ну в принципе тоже вот а у вас есть черный абрикос я говорю есть а у вас есть огромные абрикосы есть а у вас есть колдовидные яблони я говорю есть а у вас есть черный вверх белый не вспомните это самого рейтинг все есть вот только поэтому я держу десяток вот такие деревья пожалуйста еще в другом месте фотографировал яблонки но яблонки не шестой год они опоздали на им пошел пятый год они за это время дали третье урожай есть фотографии и прошлого года с яблоками и позапрошлого года 19 тоже с яблоками вот растут медленно сдержанный рост и еще я вот это вот насчет вот это травы где-то все трава видна вот тут видно знаете есть такое дело еще раз наверное какая-то обида все равно у меня застрял где-то на крупном сайте где-то в каком-то там вдруг появляется такая строчка мы были у железово там написано разочарованно но было слово которое отделяет мой сад от просто садов которыми и профессиональный уход и профессиональный уход это нами ты садовник это лужайки это это скамейки это вымощенные дорожки до приезжать человек которого сюда легенда привела у меня самая пик легенда это где-то 2005 года до по 2000 да вот по это день даже по поэту под видишь фотографии вот и в чек приезжает может это было 10 лет назад может 12 и вот эта фраза всего лишь большая запущенная дача всего лишь то есть они там виде писать какой сад они даже были увидеть и вот это надо писал в яндексе ухоженные плодовые деревья копировать посмотрите надо нам сразу определиться кто не с нами тот против нас так сейчас посмотрим если я сразу не найду я принципе готовился да вот вот они ухоженные сады смотрите человек хотел попасть я нисколько не совесть есть и сад знаменит если сад особенно ну давайте выбирать там где фрукты вот фрукты вот но это уже старый сад вот фрукты но это скорее всего не моды последний как ухожен ну чтобы такой сад содержать надо же иметь специальный штат а кто плать как как я могу платить вот и получилось допустим трава поднимается где-то до середины не за колено а до середины а половина и тогда он косится так вот а пока он не скошены это такое безобразие это мой как это в судах это арте то есть трава когда поднимается от нуля это где-то ну 10 20 30 сантиметров она этим деревне мешает а специально вот они за 5-6 лет такие стали да вот мешает ему трава дадовите а кстати вот как раз на не скошен вот тут доказать осталось несколько дней так а кстати завтра будем косить и вот получается что вида никакого нет но именно я подчеркиваю вот эта трава я против кошки ничего не имею иначе потом она просто загорится трава жена как леса горят поля горят вы же видели не только леса но и поля трава до такой степени высыхает спичка и все и полыхает все полыхает дальше полыхает целая поселки включите телевизор это и есть нормально вот то что назвали простой не ухоженной дачи а фактически бросили меня камень большая запущена слова запущен что означает это все на нем слова